Тогда люди жили вот только в моментах, да, я думаю, что все проживало, у меня было никаких ни планов, ни надежд, вот было весь день сегодняшний, нужно что-то делать и продолжать жить. Смотрите, на улице, кажется, уже был март, в воздухе пахло тревогой, земля отрослась из-под ног тревожными снами. Мы ехали по дороге с ясок в Одессу, и на небе я увидела сердце из облаков, сквозь которого падали лучи солнца. Я хотела верить, что солнце со мной еще случится, что теплые лучи еще коснутся наших черствых душ. В этот вечер он написал ей на фейсбуке, у меня есть вино, есть еда, приходи, но на улице же комендантский час, давай завтра, на заре, ну давай. Она сидела в квартире за деревянным шкафом на полу, обнимала Мишку и пила домашнее вино с ясок. Он сидел на своей широкой кровати в пентхаусе, смотрел большой телевизор, а весь мир его умещался в маленькую комнату, три шага туда, три обратно. Утром он ждал ее около дома в красной машине, она была одета в красные колготки и красный батник. На нем была красная кепка и кожаные перчатки, в машине играл Пинг Флойд. Он что-то говорил, она что-то не слушала. По городу кое-где были расставлены ежи. Никто еще не понимал, что с нами происходит, но все знали, что случился поворотный момент в истории. Каждый из нас в ней пытался найти себя заново. Кто-то шел воевать, кто-то в ППХ собирал резак и шел в территориальную оборону, кто-то исторично собирал вещи и вез всеми за границей. За границей нам поможет, скандировали они. Ага, тем, у кого есть деньги, конечно, поможет. А нам что остается? Надеяться на судьбу и на себя. Брать себе в руки, укрываться в коридорах и подвалах и верить в то, что добро победит. Что свобода жить в своей стране и в родном городе – это выбор, который нельзя отрезать, нельзя предать. Это выбор, который, если ты уже сделал, нужно нести до конца, до победного конца. А потом они пили вино, много вина белого, красного, шипучего, много говорили. О белых, красных и человеческих. Все мысли в ее голове, на которых раньше стоял креп, мир из иллюзий и домыслов рухнул, как карточный домик. Начался новый отсчет в ее жизни, да и не только в ее. Утро было хмурым и холодным, мир приветливым и смелым. Город суров и справедлив, как никогда. Каждый искал себе свой фронт. Она просто хотела тепла, любви и мира. Веселая глава. Веселую. Это еще было очень забавно в этом всем, когда люди остались в квартирах, замкнутые, да. И очень много таких разных приезлов происходило между отношениями с людьми, потому что они все выдерживали это психологически, физически и так далее. Утро начиналось доброе. Муха проснулась, Серега проснулся, чайник закипел, птички пели. Я ленима потянулась на кровать и выпила кофе и решила делать на завтрак гренки из черствого хлеба. Дешевый и любимый рецепт из детства. Вообще все наши любимые блюда, они из детства. Никакая паста с лунгустами никогда не заменит мне картошку в мундирах с тюлькой и серым куском хлеба с маслом и с лучком. Запахи детства это как броня на всю жизнь. Так вот, вернемся к рассказу. Пожарила, значит, гренки. Достала я из холодильника галеные помидоры по-итальянски, сделанные мамой в ясках. Пришли Серега с Мухой, сидим, завтракаем на маленькой кухне. Муха тоже просит гренки. На столе лежит коробка с маленьким кусочком феты, который мы делим уже неделю. Все шло тихо и спокойно, но недолго. Серега начал повествовательный рассказ о том, как он провел утро. Катя смотрит в окно на дворника, и ее горячая кровь начинает закипать. А знаешь, Катя, говорит Серега, вот там у нас убирают дворники, убирают, конечно, чисто, но лучше бы люди не мусорили. Серега, если бы до кобы, до ворту росли грибы, перестань фантазировать утопические теории улучшения жизни. Ну вот, в Сингапуре смогли. Я говорю, там и не в Сингапуре, мы в Украине, проснись. Да что я уже не так сказал? Тут были маты и очень громко. В это время, когда градус накала эмоций на кухне, достиг своего предела, Катя спокойно пошла в ванну и начала мыть руки. Спокойной в этот момент была только Катя. В кухне в это время через окошко полетел старят из коробки с маленьким кусочком феты. Катя спокойно подобрала коробку, фету, и закинула обратно через окно. Сереги на кухне в это время уже не было. Зато была муха, съела фету, облизнулась, с удивлением посмотрела на безумищных людей. Еще через 10 минут Катя, Серега и Муха сидели вместе на кухне и обсуждали, какие вкусные были гренки. Надо сделать еще, только уже без свет.